Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» о событии и происшествиях Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Чрезвычайная ситуация, работа правоохранителей, дорожная обстановка, все самые громкие факты в еженедельной рубрике «Обзор происшествий». Радикализация настроений, взрывное устройство под флагом и акт терроризма в Мозыре. Правовая оценка. Актуальная тема – профилактика наездов на пешеходов ГАИ за безопасность людей на дорогах. Об особенностях езды в темное время суток и ДТП с автомобилями такси поговорим с начальником межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Николаем Кухаренко. А также подборка происшествий, которые попали в объективы мобильных репортеров и камер наблюдения в рубрике «Я очевидец». Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В Калинковичах оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, у которого в ходе личного обыска нашли сверток с веществом растительного происхождения. Дома у него хранилась аналогичная трава весом почти 190 граммов. По заключению экспертов, это марихуана. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Лихая езда под Шафе довела до гибели пассажиров в Кармянском районе. В деревне Задубье нетрезвый водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, снес ограждение моста и упал с 4-метровой высоты в милиративный канал. У «семерки» обширное повреждение. За рулем находился 36-летний водитель. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его 31-летний пассажир выпал из авто и скончался на месте происшествия. Суд вынес приговор женщине, которая ударила двух сотрудников ГАИ диском от культиватора. Напомним, инцидент произошел в Рогачевском районе. В поле зрения экипажа попал автомобиль, в котором находился нетрезвый водитель. Ну а дальше события стали развиваться неожиданным образом. Один из пассажиров решил, что принятая мера пресечения в отношении водителя, бесправника и хозяина авто недостаточно жесткая. И на просьбу успокоиться оказал экипажу активное сопротивление, оторвав сотруднику погон. В процессе задержания за мужчину вступилась его теща и ударила обоих инспекторов по голове диском от культиватора. А потом схватил одного из них за воротник и сорвала цепочку стоимостью в 1000 рублей. Суд приговорил женщину к ограничению свободы на 3 года и 6 месяцев. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела об убийстве 53-летнего жителя Агрогородка Лясковича и Петриковского района. Двое знакомых погибшего устроили для него настоящий ад. У мужчин 30-40-летнего возраста имелись давние обиды на свою жертву. В мае 2020-го, находясь в подпитии, они пришли к мужчине в гости, выманили его во двор, избили, а затем обманным путем отвели на окраину Агрогородка и утопили в Мелиративном канале. Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, такова квалификация преступления. Дело в суде. Прослыл умелым мошенникам. Гомельчанин вез в Беларусь 12 машин с перебитыми номерами. Он пригонял легковушки иностранной регистрации под видом поставленных на учет в Беларуси. Еще за границей мужчина видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать налоги. Сотрудникам таможни водитель предоставлял технический паспорт на автомобиль, в который был варен новый ВИН. Регистрационные номера на машинах также соответствовали указанным в тех паспортах. Таким образом, мошенник вез в страну 12 стареньких иномарок. Сумма ущерба составила 140 тысяч белорусских рублей. В Гомеле благодаря бдительности прохожих удалось задержать хулигана. Люди сообщили о мужчине, который, находясь в Центральном Гомельском парке, крушил все на своем пути. Он повредил таблички аттракционов, считывающее устройство и дезинфицирующий дозатор. Задержал деборшир и экипаж Департамента охраны. Нарушителем оказался 32-летний, нигде не работающий гомельчанин, за плечами которого судимость за хулиганство. Под Жлобином в Днепре утонул 45-летний рыбак. Об инциденте стало известно благодаря сообщению очевидцев, которые рассказали, что посреди реки длительное время на якоре стоит надувная лодка, а хозяина не видно. Водолазы освода нашли тело рыбака на 9-метровой глубине в 300 метрах от места утопления вниз по течению реки. Предполагается, что он просто выпал из плавательного средства. А так как спасательный жилет находился не на нем, а в лодке, мужчина утонул. Гомельчанин решил подварить свою машину и ненароком ее сжег. Инцидент произошел в гаражном кооперативе по улице Чечерской. Мужчина самостоятельно ремонтировал свой Ниссан «Премьера». При выполнении сварочных работ автомобиль внезапно загорелся. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако машина восстановлению не подлежит. Достали из колодца живым и невредимым. В Гомеле спасатели отреагировали на вызов о помощи собаке. На улице Могилевская в открытый колодец глубиной в один метр упал щенок. Хозяйка спускаться за питомцем побоялась и набрала 101. Оказалось, четвероногий друг застрял между трубами, расположенными на дне колодца. При помощи подручного инструмента спасатели подняли щенка на поверхность. Взрывное устройство подбило красно-белым флагом. Цепи из людей, препятствующие движению транспорта и акт терроризма в Мозыре, где в окно здания районного отдела ГАИ влетел коктейль Молотова. В обществе после минувшего воскресенья ощущается радикализация настроений. В стране имеются факты локальных конфликтов, но за всем этим внимательно следят правоохранительные органы. Ситуация под контролем. О том, какая обстановка в Гомельском регионе и правовая оценка хулиганств и правонарушений в следующем сюжете. Без малого три месяца в республике проходят волны протестных настроений. Эпицентром их по-прежнему остается Минск, а в областных центрах несанкционированные массовые мероприятия практически полностью сошли на нет. Но за последнее время и особенно в минувшие дни протесты стали радикализироваться. В первой половине октября сотрудники ОМОН обнаружили в Гомеле коробку с самодельными шипами из арматуры. Она была спрятана в покрышке, которую на всякий случай решили проверить патрульные. Металлические шипы используются протестующими с целью остановки на дорогах автотранспорта. Немногим раньше такую заточенную, сваренную арматуру изъяли и у сторонника страны для жизни в Мозыре, утверждают ВВД. В этом же райцентре в минувшую среду 28 октября неизвестной ночью бросил в окно здание отдела ГАИ бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники милиции попытались тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но ликвидировать пожар смогли только спасатели. Никто не пострадал. В результате ЧП в кабинете повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. По данному факту, Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 33.9, часть 3, особо злостное хулиганство. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. С места происшествия изъяты объекты, по которым назначены необходимые криминалистические экспертизы. На сегодняшний день данные действия квалифицированы КГБ как акт терроризма. Дальнейшей работой с материалами уголовного дела будет заниматься управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. Двумя днями ранее, 26 октября, в Гомельском телеграм-чате была опубликована фотография бело-красно-белого флага, установленного в районе озера Обкомовское в Гомеле. Сотрудники ОМОН, выехав к месту, обратили внимание на закопанный под древком флага предмет. Внешне он был похож на взрывное устройство, поэтому милиционеры вызвали саперно-пиротехническую группу. По прибытию на место, нами была обследована территория, на которой был обнаружен подозрительный предмет. При помощи служебной собаки и специального оборудования данный предмет был обезврежен и передан сотрудникам Следственного комитета для проведения экспертизы. Видеосъемка изъятия производилась спустя некоторое время после полного обезвреживания сапером взрывного устройства. Специалисты сообщили, что оно состояло из овального заряда, завернутого в бумагу, а также контактного механизма взрывателя, электропровода и батарейки. Могло ли взорваться устройство, установят в Государственном комитете судебных экспертиз после проведения соответствующих исследований. Опасная находка уже направлена в Минск для проведения комплексной экспертизы. По факту совершения хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются причастные к преступлению лица. По факту обнаружения устройства внешне, напоминаю, еще самодельное взрывное, Гоменским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, статье 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-расследственные мероприятия, направленные на установленный лиц, который причастен к этому преступлению. Назначен ряд экспертиз. По результатам их заключения и в ходе расследования будет дана окончательная оценка квалификации по данному факту. Сегодня белорусам нужно быть максимально бдительными и не поддаваться на разного рода уговоры по дестабилизации обстановки. Будь то перекрытие автодорог, размещение посторонних предметов на рельсах, сообщениях о ложном минировании административных зданий или поджогах имущества. Все это также может быть приравнено к терроризму. Кроме того, стоит обращать внимание на бесхозные коробки-пакеты. Если какие-то предметы находятся в необычном для них месте, вызывают подозрения, сообщите об этом в милицию по телефону 102. Главная задача – сохранить в республике спокойствие и безопасность, не позволить радикальным элементам дестабилизировать жизнедеятельность на улицах наших городов. Обстановка обстановкой, но выполнение текущей задач должно идти по плану. И так оно и происходит. В управлении ГАИ все усилия сотрудников сегодня направлены на стабилизацию ситуации, связанные с наездом на пешеходов и предупреждение ДТП, в том числе с участием служб такси и каршеринга. Подробнее об этом в материале наших корреспондентов. В Гомельской области наезд на пешеходов считается самым распространенным видом ДТП. За 9 месяцев 2020 года количество аварий, в которых фигурировали пешие участники дорожного движения, перевалило за сотню. 12 человек погибли, 93 получили травмы различной степени тяжести. Из общего количества дорожно-транспортных происшествий 61 ДТП произошло на пешеходных переходах. Для четверых человек наезды стали последним днем в жизни, 59 оказались в больнице. Свежий пример. Наезд на ребенка в Гомеле на улице Каменщикова. Женщина-водитель на Лексусе сбила 10-летнего мальчика. Как сообщили в ГАИ, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте в непосредственной близости от приближающегося транспорта. Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы. Проводится проверка. Снова Гомель, но случай более печальный. После наезда Газели, который произошел на пешеходном переходе, 12-летний мальчик уже не вернулся из больницы. Почти три недели за жизнь ребенка боролись врачи. Но чудо не произошло. Травмы оказались слишком серьезными. За рулем Газели находился молодой водитель. Мужчина не убедился в отсутствии пешехода на зебре. Водители должны помнить, что к правам пешехода относится право на преимущественное пересечение проезжей части как по регулируемому пешеходу, так и не по регулируемому пешеходному переходу. И согласно правилу дорожного движения, они должны предоставить преимущество движения пешеходов. В начале этой недели сразу два наезда на пешеходов произошли в Гомельском регионе. В обоих случаях пострадавшим понадобилась госпитализация. Мужчина, получивший травмы в Мозырском районе, скончался от них в больнице. Рано утром 24-летняя девушка-водитель, двигаясь по дороге Р-36 в сторону Лельчиц, сбила пешехода прямо на зебре. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед. Еще один наезд случился в Речицком районе. Водитель автомобиля Рено Меган наехал на нетрезвого пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Пьяный пешеход стоял на проезжей части, и водитель совершил на него наезд. Пешеход получил травмы, к счастью, остался жив, но госпитализирован. Поэтому важно, чтобы все граждане, кто видит, что на дороге находится пьяный пешеход, либо автомобиль управляет водитель в нетрезвом состоянии, сообщали по телефону 102, чтобы служники госавтоинспекции могли предотвратить нарушения такими участниками дорожного движения. Пешеходы часто нарушают. Оправдание всегда одно и то же – спешу. Или решил скоротать дорогу. Сократить путь хотела и 68-летняя женщина на Реческом проспекте. Стала перебегать проезжую часть перед колонной мотоциклистов. Все закончилось трагедией. В Гомеле мест, где и водители, и пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения, много. Одно из них на улице Хатаевича, за зданием магазина «Универмаг Гомель». Туда и отправилась наша съемочная группа. Вам устное предупреждение на первый раз. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, счастливого пути. В случаях с наездами на людей, вина водителей и пешеходов делится примерно пополам. И повышенная ответственность, конечно же, на автомобилистах. В последнее время частым явлением стали нарушения со стороны службы такси. Вот последний пример. По итогу ДТП все остались живы, без травм. Но водитель службы извоза в момент аварии обслуживал пассажира. Женщину доставили на осмотр в больницу. Водитель такси просто не уступил дорогу. Причины ясны. Автомобиль «Яндекс.Такси» двигался по второстепенной дороге. Не соблюдал знаки дорожного движения в ступе дорогу. Грешат водители такси и в темное время суток. Среди излюбленных нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. Но бывает таксуют водители под градусом. Такие примеры в этом году встречались не раз. Хотелось бы напомнить водителям автомобилей такси о том, что когда пассажир садится к вам в автомобиль, он хочет безопасно доехать до пункта назначения. Поэтому вы должны быть примером для подражания для других водителей, участвующих в дорожном движении, а также корректно вести себя на дороге. А это видео сотрудники ГАИ сняли при общении с водителем, который уходил от погони на каршеринговом авто. Машину для пьяного парня-бесправника арендовала его девушка. Если после начала работы сервиса каршерингов в Гомеле инспекторы старались лишний раз не останавливать машины желто-зеленой раскраски, то сегодня внимание к ним пристальное. Ведь не все водители ответственно пользуются услугой. О безопасности дорожного движения, профилактике наездов на пешеходов и дорожно-транспортных происшествиях с участием такси прямо сейчас в этой студии поговорим с начальником межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Николаем Кухаренко. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемый телезритель. В Гомельской области количество наездов за последнее время на пешеходов несколько увеличилось. С чем связана такая статистика? Ну, если в последнее время, то да. Но если проанализировать ДТП с участием пешеходов с начала этого года, то хотелось бы отразить один момент, что мы, благодаря нашим профилактическим мерам, в том числе где-то и административному ресурсу, нам удалось снизить количество ДТП с участием пешеходов на 15%. Количество погибших пешеходов в ДТП на 40%. И количество раненых на 18%. Но, к сожалению, если уже проанализировать октябрь этого года, то эта статистика, к сожалению, традиционная, у нас возросло количество ДТП с участием пешеходов. С чем это связано? Это связано с погодными условиями. К сожалению, и пешеходы, и водители не могут своевременно перестроиться на осенне-зимний период, с учетом того, что световой день у нас сокращен, рано темнеет, водители не снижают скорость вплоть до остановки в случае возникновения опасности, пешеходы также игнорируют правила дорожного движения, где-то пытаясь быстрее прийти домой, либо быстрее перейти дорогу, и поэтому игнорируют пешеходные переходы, игнорируют режим работы светофора, перебегают дорогу в неустановленном месте. И общий уровень внимания снижается. Конечно, конечно, снижается общий уровень внимания. Люди отвыкают, к сожалению, отношения светоотражающих элементов. Тем не менее, какая мера, на ваш взгляд, помогла бы в решении данной ситуации? Эти меры мы предпринимаем. У нас проходит в настоящее время специальное мероприятие «Пешеход». Контролируем аварийно-опасные пешеходные переходы, контролируем работу хитофорных объектов. Тут мера только одна. Это уважение водителя и пешехода друг к другу. О чем это говорит? О том, что водитель перед тем, как подъехать к пешеходному переходу, обязан уже снизить скорость движения и в случае возникновения опасности этого пешехода остановить свой автомобиль. Ну и пешеход в то же время обязан выполнять требования правил дорожного движения. И прежде чем выйти на проезжую часть, он обязан убедиться в безопасности своего выхода. То есть посмотреть, что в близости нет автомобиля, только тогда пешеход обязан выйти на проезжую часть. Николай Петрович, вот такой вопрос. Нетрезвые участники дорожного движения, те же пешеходы и водители. Какова сегодня статистика и будут ли ужесточаться меры в отношении таких нарушителей? Ну, что касается нетрезвых водителей, к сожалению, статистика такая есть, существует. Одно, скажем так, радует, если так можно сказать. На сегодняшний день выявлено водителей меньше в состоянии алкогольного пьянения, чем в прошлом году. Это говорит о том, что водители все-таки осознают, я так понимаю, где-то вот эту ответственность, управляя автомобилем в состоянии алкогольного пьянения, понимают последствия, которые возникнут. И поэтому в данном случае статистика положительная. Ну, если привести цифру, то вот вдумайтесь, в течение этого года на территории Гомельской области задержано 2800 водителей в состоянии алкогольного пьянения. Из них повторно, которые совершили повторно, то есть сели за руль в течение года после наложения административного заседания повторно 80 водителей. Это целый населенный пункт, небольшой. Да, да. Поэтому статистика печальная. Статистика печальная. Будут ужесточены меры, что касается управления водителем в состоянии алкогольного пьянения. Мы внесли свои предложения. Вы знаете, что разрабатывается новый кодекс об административных правонарушениях. ГАИ, МВД и в целом Министерство внутренних дел внесли свои предложения. И что касается пьяных водителей, те, которые отважились за руль в состоянии алкогольного пьянения, меры будут ужесточены. Ужесточены в каком плане? Штраф будет увеличен до 200 базовых величин. И лишение права управления не как ранее, до 3 года. А лишение права управления будет уже 5 лет. Вот до такого уровня уже сточены будут меры. Это такой решительный шаг, однозначно. Нарушение, допущенное водителями службы такси. Сегодня это тоже актуальная проблематика, которой уделяют внимание сотрудники госавтоинспекции. Что может тебе по этому вопросу сказать? Если в прошлом году как-то мы не придавали особого значения водителям такси, потому что не было к этому предпосылок, не было такого количества дорожно-транспортных происшествий, и водители такси, соблюдая правила дорожного движения, не привлекали, скажем так, внимания сотрудников ГАИ. Но в этом году, с учетом роста количества, вы сами видите, количество автомобилей такси, конечно, возрастает конкуренция между этими компаниями. С учетом того, что возросла конкуренция, упала цена. Это то, что для нас, для граждан положительный момент. Но в то же время упало качество, оказываемых услуг. Вы говорите про навыки. Да, навыки. У водителей, которые управляют этими автомобилями. Да, к сожалению, они ради того, чтобы успеть доставить клиента, где-то забрать вызов у какой-то другой компании. К сожалению, пренебрегают правилами дорожного движения, превышают скоростной режим, умудряются ездить на красный сигнал светофора. Если взять статистику, только за октябрь мы привлекли к ответственности 376 водителей такси, нарушивших правила дорожного движения. Из них, вдумайтесь, только в октябре 4 водителя в пьяном состоянии. Это водители такси. И 11 водителей такси были задержаны, которые не имели права управления. То есть вот эти водители, 4 водителя, которые в пьяном состоянии, и 11, которые не имели права управления, перевозили пассажиров. То есть перевозили наших с вами родственников. Служба госавтоинспекции обращается непосредственно к перевозчикам с какими-то рекомендациями? Да, конечно. И с перевозчиками, и с руководителями вот этих компаний. Мы работаем там, где их вина. Мы их привлекаем. Мы их до того, что допустили к участию в дорожном движении не требовавого водителя, либо водителя, который не имеет права управления. К сожалению, 30% автомобилей такси не проходят. Государственный технический осмотр. То есть ездят, можно так сказать, на неисправных автомобилях. Сегодня есть еще одна проблема, конечно же, она от случая к случаю возникает. Это аренда автомобилей каршеринговой службы. Часто водитель, который зарегистрировался, передает право управления. Машину арендует совсем другой участник дорожного движения, не имеющий права управления, а то и дело, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Как мониторит вот такую ситуацию сотрудники госавтоинспекции? Есть ли рычаги воздействия? По каршеринговым автомобилям, да, это новинка. Новинки для нашего города, для нашей области, конечно. Мы уже понимаем, что транспортное средство – это не роскошь, это средство передвижения. То есть любой водитель, который имеет водительское удостоверение, вправе заключить договор, взять автомобиль в аренду и управлять автомобилем. То есть это благо, благо, которое предоставлено. Но, к сожалению, многие водители неправильно трактуют, либо, я не знаю, может, неправильно или не читают договор, который они заключают с каршеринговой компанией. Это не ваша собственность, не собственность водителя. То есть он несет ответственность в случае нарушения правил дорожного движения и как по линии ГАИ, и так от руководителя каршеринговой компании. И поэтому, когда водитель, который взял в аренду автомобиль и нарушает правила дорожного движения, это управляет в состоянии алкогольного опьянения, либо передает право управления лицу, который не имеет такого права, либо превышает скоростной режим. Он несет двойную ответственность. И по линии ГАИ, и по линии каршеринговой компании. И когда мы выставляем свои наказания в виде административных взысканий штрафа, и когда каршеринговая компания выставляет такому водителю свои штрафы, там договор, который он не причитал толком. Как правило, на 39 листов. Да, и водители, мягко говоря, приходят в ужас. Поэтому одна рекомендация таким водителям. А какие-то меры и ответственность наступает для того автомобилиста, который, скажем, сидел за рулем, но не под своими правами и документами? Конечно, конечно. По линии каршеринговой службы, не по линии ГАИ? Да, по линии каршеринговой. Конечно, конечно. И в отношении того водителя, который передал ему право управления. То есть несут ответственность два участника дорожного движения. Что делает госавтоинспекция для стабилизации этой ситуации? Так же, как и с работой по водителям такси. Ежедневно отрабатываем, останавливаем, проверяем документы, проверяем физическое состояние данных водителей. Потому что мы понимаем, что водитель, который управляет каршеринговым автомобилем, это не его автомобиль. Принимая во внимание, менталитет наш, да, не мое, значит, можно нарушать, можно превышать, можно где-то лишнее нажать на педали газа, притормозить где-то, где-то в яму влететь, да, а потом на тротуар избить пешеходов, как у нас произошло. Не справился с управлением молодой водитель, 2001 года рождения, и на закруглении дороги выехал на тротуарную дорожку, где сбил таких же ровесников, как и у 2002 и 2003 года, двух пешеходов. Каково состояние пешеходов на данный момент? Пешеходы на лечении, но состояние стабильное. Что касается водителя, вот 2001 года рождения, от прохождения свидетельствования он отказался. Соответственно, находился с признаками алкогольного питания. Ну что ж, Николай Петрович, я благодарю вас за конструктивный разговор, ну и желаю успеха в вашей служебной деятельности. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камеры видеонаблюдения и регистраторов по всему миру. Вы когда-нибудь видели, как падает автобус? Посмотрите на эти кадры. Машина, в которой находились 30 пассажиров и водитель, рухнула с 5-метровой высоты. 13 человек получили травмы. Некоторые из них после ДТП выбрались из салона через окна. Остальных доставали спасатели. Никто не погиб, но некоторые пассажиры в тяжелом состоянии. По какой причине водитель потерял управление, выясняет полиция Китая. Трюк достойный фильмов о ниндзя. Мотоциклист врезался в легковушку, исполнил сальто и приземлился на ноги, словно заправский трюкач. Скорее всего, он сам испытал шок от случившегося, но вышло красиво. Кроме того, обошлось без серьезных травм. Водитель легкового автомобиля не предоставил права на преимущественный проезд мотоциклисту. Роковая ошибка курьера или снова поднебесная? Эти кадры показывают, почему за детьми нужен глаз да глаз. Пока водитель трехколесного автомобиля доставки выгружал товар, в кабину пробрался трехлетний мальчик и дал газу. Водитель не вынул из замка зажигания ключи, поэтому побежал вслед за своим грузовичком, а ребенок взял на таран витрину продуктового магазина. К счастью, для обоих обошлось без травм. Если не считать головной боли товароведа, который весь день подчитывал убытки. Рио-де-Жанейро скутерист попал в тиски между двумя автомобилями. Думаете, дорожно-транспортное происшествие? Случайность? Нет. Спецоперация силовиков. Они просто устроили нарушителю мышеловку, зажав его между транспортными средствами. Как видите, дальше последовало задержание. Обездвижили, надели наручники, доставили в участок. Бывают и такие методы. Палат клуба «Лос-Анджелес Доджерс» пострадал от наезда автомобиля. Мужчину сбил черный седан, водитель которого был разгневан шествием людей, праздновавших победу спортсменов. Пострадавший кубарем прокатился по капоту, крыше и багажнику авто и упал на асфальт в 20 метрах от места наезда. Остался жив и даже сразу встал на ноги. Впрочем, помощь медиков ему все же потребовалась. На этом все. Оставайтесь на «Беларусь 4». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!